Джозеф Мерфи. Жил с 1898 по 1981 год. Американский писатель ирландского происхождения, проповедник и лектор на темы силы самовнушения и метафизических способностей человеческого разума, читал лекции тысячам людей во всем мире в течение почти 50 лет. Ваша мысль – это энергия. Мы становимся тем, что осуждаем. Самоосуждение есть. Ад. А самопрощение – рай. Просто запомните, всякое движение вперед начинается с вас самих. Если вы искренне верите в то, что сможете стать тем, кем хотите стать, то это обязательно сбудется. Космическая энергия или принцип жизни, никогда не осуждает и не наказывает. Мы наказываем сами себя негативным мышлением и неправильным использованием законов жизни. Невежество – вот единственный грех, а всякого рода наказание и несчастье в нашем мире – это лишь его последствия. Внутри вас есть нечто такое, что все знает и все видит. Космическая энергия знает ответ на любой вопрос, так как она всемогущая и вездесущая. Человек может обладать всем благодаря правильному мышлению, то есть союзу сознательного. Исходя из собственного опыта, который я приобретал на протяжении многих лет, я сделал вывод, что причиной того, почему многие люди не продвигаются вперед, является чувство вины за те действия и события, которые произошли на более раннем этапе их жизни. Их самокритика и самоосуждение блокируют поток космической энергии на их пути к счастью. Есть простая формула, дающая возможность добиться постоянного денежного потока, который удовлетворял бы все ваши потребности. Возьмите какую-нибудь короткую фразу, которая легко отпечатается в вашем подсознании, и повторяйте ее снова и снова. Постепенно она погрузится в подсознание, а так как закон вашего подсознательного разума носит принудительный характер, вы обязательно будете выражать богатство. Используйте эту фразу, деньги свободно циркулируют в моей жизни. В ней всегда есть божественный излишек. Только ни в коем случае не отрицайте то, что утверждаете. Поставьте себе цель в жизни. Сосредоточьте на ней все свое внимание. Представляйте счастливый финал. Оставайтесь верны этой ментальной картине, и в вашей жизни произойдут чудеса. Просите и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. По утрам и вечерам в течение пяти минут смотритесь в зеркало и вслух утверждайте. Я восхваляю Бога в себе, который исцеляет, восстанавливает, приукрашает и приумножает всевозможными способами все доброе для меня. Вы будете поражены тем, как быстро приведете в действие космическую энергию, которая потечет через вас как любовь, мир, гармония и изобилие. В мире есть только одна основная энергия, космическая, и каждый из нас является каналом, через который эта сила ищет возможности максимально выразиться. Нужно, чтобы вы стали чистым каналом для потока этой божественной энергии. Ваша мысль стимулирует эмоцию, а если ее постоянно повторять, она отпечатается в подсознании, а затем проявится в реальности. В этом состоит закон вашего разума. Все мы погружены и окружены бесконечным присутствием и силой, у которой есть ответы на все наши проблемы. Просто запомните, всякое движение вперед начинается с вас самих. Если вы искренне верите в то, что сможете стать тем, кем хотите стать, то это обязательно сбудется. Когда вы ощутите единство с вашим желанием, космическая энергия начнет действовать вам во благо и исполнит все, чего вы хотите. Интуиция – это наставник истины, который превосходит интеллект. Но мы используем наш аргументирующий разум, чтобы выполнить то, что говорит интуиция. Мы живем для того, чтобы расти и развиваться духовно, ментально-интеллектуально, в финансовом и во всех других отношениях. Вы должны окружить себя красотой, роскошью и всеми доступными благами. Осознайте истинное значение денег, смотрите на них как на символические знаки и средства обмена. Под деньгами подразумевается свобода от нужды нищеты, а также красота изобилия, утонченность, роскошь и обеспеченная жизнь. Вы не решите проблему бедности или болезни, присоединившись к той или иной церкви, секте или группе. Вы должны продемонстрировать свою веру в жизни. Все мы проявляем в жизни то, во что действительно верим. Обратитесь к источнику всех благ и утверждайте, что Бог, космическая энергия, является вашим мгновенным и вечным поставщиком и помощником во всякое время, и вы получите ответ. Все люди являются частью огромного единого целого, чье тело природа, а Бог душа. Я обнаружил также, что те люди, которые решили простить себя и других, неизбежно начинали преуспевать самым удивительным образом и вести так называемую зачарованную жизнь. Все, чего они искренне желают достичь, осуществляется в божественном порядке. Самоосуждение приводит к неудаче и бедности, а самопрощение приносит счастье, мир и успех. Наши предки называли воображение мастерской Бога. Используйте свое воображение, чтобы достичь конкретной мечты или цели. Четко и ясно определите ее, а затем представьте окончательный результат. Все сделки совершаются в вашем разуме. В этом значение верования – жить в состоянии уже приобретенного, что вы имеете все это уже сейчас. Когда вы ищете какую-нибудь созидательную идею, ваше подсознание обязательно даст ответ. Многие люди молятся о богатстве, успехе и процветании, но в то же время держат в разуме образ недостатка и ограничений. Желание и воображаемая картина должны быть полностью согласованы. Мы притягиваем к себе других людей, согласно направленности наших ментальных и духовных волн. Иными словами, подобное притягивает подобное. Дети вырастают по образу и подобию доминирующего ментального и эмоционального климата в семье. Сейчас же начните отождествлять себя со своей целью, объединившись с ней ментально и эмоционально. Зарядите энергией свой идеал, как можно чаще представляя его выполнение. Материя является низшей степенью духа, а дух – высшей степенью материи. Иначе говоря, материя – это энергия или дух, обретший форму. Ненависть к кому-либо – это в первую очередь ненависть к самому себе, а значит смертельный яд. Мысль – это единственная известная нематериальная сила. Вы то, о чем думаете в течение всего. Внешний мир человека, все, что он испытывает, все обстоятельства и события являются проявлением его ментальных образов. То, что вы думаете о другом человеке и чего желаете ему, вы создаете в собственном теле, во внешних обстоятельствах и событиях вашей жизни. Простить значит посылать всем людям любовь, доброжелательность, гармонию и благо жизни. Вы поймете, что простили, если, встречаясь с конкретным человеком в своем разуме, не будете чувствовать горечи. Но если вы цепляетесь за свои обиды, ошибки и старые переживания, то тем самым вы засоряете разум.